Мэрабар, Кадачлар! Добро пожаловать на новый выпуск турецких новостей. Вы узнаете, что интересного происходит у турецких актеров, что происходит на съемочных площадках Турции. Так что присаживайтесь поудобней, а мы с вами начинаем. Очередные дополнительные подробности проекта Керема Бюрсина. Сериал «Мой дневной свет» с участием Керема Бюрсина и Хафсанур Санджактутан готовятся к летнему сезону. Съемки начнутся в июне. На экраны сериал выйдет в середине июля. Сейчас ведутся переговоры с телеканалами «Дэ» и «Шоу ТВ». Это история о богатом наследнике Огузе, которому покойный отец оставляет состояние и детей, которых он нажил во втором браке. Молодой человек не очень хочет заботиться о братьях и находит для них няню. Ей оказывается Лейла, которая вместе со своими братьями занимается мошенничеством. Имена героев и название сериала, возможно, будут изменены. Не знаю, как вам, но пока что мне нравится все, что задумали сценаристы. Я очень жду возвращения Керема Берсина на экраны. Безумно по нему соскучилась. И надеюсь на то, что этот проект надолго задержится на наших экранах. В социальных сетях циркулируют новости о том, что Эким Котч может присоединиться к касту сериала «Меня зовут Фарах» в роли отца Керемчаха и бывшего Фарах. Ранее Деметас Демир и Эким Котч уже работали вместе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы, чтобы Эким присоединился к касту сериала «Меня зовут Фарах». Мне кажется, получилось бы неплохо. Я, кстати, по отрывкам слежу за этим проектом. И, слушайте, ну там прям страсти кипят, как Энгин и Демет целуются. Я, если честно, такого не ожидала. Иногда даже возникает желание возобновить просмотр этого проекта. Напишите, стоит ли. Правда, сейчас такое огромное количество проектов выходит, которые я также хочу посмотреть. Но просто на это не хватает времени. Стало известно, что сериал «Столетнее чудо» попрощается со зрителями на 13 серии, которая выйдет на экраны 15 июня. Если не будет новых развитий событий, да, если в последний момент у проекта резко не начнут повышаться рейтинги, и тогда создатели проекта, возможно, решат пойти на второй сезон. Но пока дела обстоят так, что никакого второго сезона не планируется. И, по всей видимости, будет всего лишь 13 серий. Напишите, мои дорогие, кто смотрит этот проект, что вы чувствуете, расстроились ли вы. Или, наоборот, рады, что, возможно, после завершения этого проекта у актеров появится возможность найти более рейтинговый проект. Хотя, честно, меня так бесит эта рейтинговая система. Но я не хочу думать о рейтингах, когда начинаю смотреть проект. Но меня это так раздражает, вот честное слово. Я хочу, чтобы мне показали целиком и полностью историю, заранее написанный сценарий. Чтобы я была уверена в том, что я не трачу свое время в пустую. А то начинаешь смотреть проект, он действительно интересный, его закрывают на пятой серии. Ну куда это годится? Новая коллекция блокнотов, которые нельзя ставить без внимания. Знаю, что многие из вас просто мечтают побывать в Стамбуле. И есть те, кто уже успел влюбиться в этот город. Блокноты с видами Стамбула будут всегда напоминать вам о вашей мечте. Например, эти блокноты уже упакованы и ждут своего покупателя. Также новинки с самой популярной актрисой Турции Ханде Эрчель. И осеей дуруком из сериала «Мои братья и сестры». В магазине Мерек на Озон вы найдете большой выбор блокнотов с турецкими актерами и не только. Блокноты, сделанные из качественной и плотной бумаги, подойдут для записи и рисования и станут отличным подарком для вас и ваших близких. Успевайте сделать заказ прямо сейчас по самой выгодной цене. Ссылку на магазин, как всегда, оставляю в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, что же интересненького произошло вчера вечером? Вчера вечером отменили показ новой серии сериала «Три сестры» и также в эфир не вышел проект «Сын стрелка». Зато нам с вами показали 32 серию сериала «Зимородок». Я смотрела вчерашнюю серию на онлайне и получила невероятные эмоции. Я смеялась от души, я сопереживала героям. Правда, я уснула в час ночи и не досмотрела примерно 40% серии, но сегодня утром я ее благополучно досмотрела и постараюсь записать вам обсуждалки после того, как запишу новости. Так что, надеюсь, вечером выйдет еще одно дополнительное видео. Что хочу сказать, серия была превосходной. Ну, честное слово. И я давно не смотрела серии на онлайне и забыла, что это такое, когда ты просто в чате в режиме онлайн переписываешься с другими людьми, вы обсуждаете эту серию, смеетесь, да, у вас постоянно там какие-то шуточки. И это очень забавно. Напишите, кто вчера также был на онлайне и в то же время сидел в чатах и обсуждал серию. Это было очень здорово и, честно, давно не испытывало таких эмоций. И также по поводу проекта «Зимородок» Берсен Алтанташ сообщает, что 16 июня сериал уйдет на финал сезона. Получается, что 37 серия будет последней в этом сезоне. Сериал вернется на экраны только в сентябре. Тяжело, конечно, будет без «Зимородок», скучно немножко, да, без этого дурдома, но что поделать, и нам, и актерам стоит восстановиться, да, подлечить свои нервы и с новыми силами уже войти в осенний сезон. Финал сериала «Запретный плод» был отложен на одну серию. Сериал попрощается со зрителями на 177 серии вместо 178, как планировалось. По сообщению журналистки Берсен Алтанташ Бергюзар, Карель наконец-то готова сыграть главную роль в сериале под названием «Кровавый выпуск». Этот проект был отложен на два года из-за беременности актрисы. Проект будет показан на платформе Amazon. Бергюзар исполнит роль Нисли Хан, прототипом которого стала известная телеведущая Ноге Анлы, которая раскрывает преступления и представляет результаты своего расследования зрителям. Ну, слушайте, вау, очень круто. Напишите, будете ли вы смотреть этот проект и ждете ли возвращения своей любимой актрисы на наши экраны. Хазал Фелис Кичукёси приступила к съемкам сериала «Мачеха». К касту сериала также присоединилась актриса Эджина Сьючер, известная по работе в сериале «Королева». Сериал выйдет на экраны уже летом. Хочется пожелать Хазал успехов. И, честно, я за нее очень переживаю, потому что все последние проекты Хазал были провальными. Ну, не держатся они долго на наших экранах. Хотя сюжеты интересны, все интересны. Я начинала смотреть все эти проекты. Мне безумно все нравится, но турецкому зрителю не заходит. Я думаю, да что это такое? Кстати, вот один из шикарных проектов, которые досрочно завершили с участием Хазал, это был сериал «Стужа». Как он мне нравился, ну как можно было развивать события, насколько был потрясающий каст и сюжет, какая игра актеров. Нет, турком не зашел. Я так расстроена была, вот честное слово. Хотя эти 10 или 9 серий, сколько там успело выйти, я посмотрела на одном дыхании. Держу кулачки, чтобы у Хазал Фелис в этот раз все получилось, и проект имел высокие рейтинги. По сообщению турецких СМИ, молодая актриса Мирая Данер, которая в течение длительного времени встречалась с сыном известной ведущей Сиды Саян Огулджаном, Энгидом решила расстаться со своим возлюбленным из-за его неверности. Причиной расставания стала интрижка Огулджана с молодой актрисой Илайдой Алишан. Два года отношений закончились из-за неверности. Вот такую теорию выдвинула турецкая пресса. Насколько это правда, мы с вами можем лишь только догадываться. Но, как по мне, это очередные выдумки журналистов. На сегодня, мои дорогие, это все новости. Я надеюсь, что выпуск вам понравился. Конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, заказывать блокнотики, чудесные блокноты со Стамбулом, с турецкими актерами и многие другие. Что еще? Сейчас смонтирую видео и буду записывать вам обсуждалки на 32 серию. Знаете, меня что огорчает? Что на моем телефоне не хватает памяти, чтобы сесть и полноценно записать разговорное видео минут на 30 и 40. О чем я очень мечтаю, чтобы, прям, знаете, полностью проанализировать серию, поговорить о многих вещах, о которых я не успеваю поговорить в обсуждалках. Иной раз меня это очень сильно огорчает. У меня есть буквально там 15 минут, чтобы быстренько-быстренько, так поверхностно пробежаться по серии. И не знаю, что с этим делать. Скорее всего, нужно просто покупать камеру и приучаться монтировать на компьютере, чтобы выпуски были более качественными. Потому что, ну, хочется какой-то глубины, если честно. Но пока что не получается из-за нехватки времени, из-за ограниченного времени. Все, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю. И встречаемся с вами сегодня вечером и также завтра. Всем пока!